Здравствуйте, уважаемые зрители! На связи Евгений Тридчиков и в этом видео мы рассмотрим установку Universal Analytics через Google Tag Manager. Переходим в аккаунт GTM и жмем «Добавить новый тег на дашборде». Начать работу вы можете также из раздела «Теги» — кнопка «Создать». Перед нами появляется меню создания нового тега. Мы можем задать имя тегу сейчас или сделать это чуть позже. На заключительном этапе система сама предложит указать название. Три точки справа вверху позволяют приостановить работу тега. Это может понадобиться в дальнейшем, когда необходимо поставить работу тега на паузу при публикации очередной версии контейнера. Также здесь можно добавить примечания к тегу. Это может быть полезно, если у вас много тегов и вы используете неговорящие названия для них. О создании удобных названий для тегов мы поговорим чуть позже. Вкладка «Конфигурация тега» открывает перед нами выбор типа тега. Условно они разбиты на три категории — рекомендуемые, специальные и прочие. Можно сказать, что это готовые шаблоны тегов, которые снижают риск ошибок при настройке, а также экономят наше время. Как видите, GTM предусмотрел большое количество шаблонов для сторонних систем. Список всех сертифицированных поставщиков тегов я приложу ссылкой под видео. К сожалению, метрики там нет, но это не страшно. Если вы случайно выбрали не тот тип тега, как я сейчас, нажмите на карандашик. Итак, для простой установки Google Analytics на сайте нам подходит соответствующий шаблон. После выбора шаблона подсасывается его конфигурация. Разберем ее подробнее. Как видите, данный тип тега позволяет отслеживать просмотры страниц, события, транзакции, лайки и шейры, скорость загрузки, работать ссылками и формами. Оставляем значение по умолчанию — просмотры страницы. Настройки Google Analytics. Здесь мы должны указать, в какой ресурс Google Analytics желаем передавать данные. Сделать это можно двумя способами. Указать идентификатор ресурса, включив переопределение настроек тега, либо с помощью встроенной переменной. Поскольку мы будем работать с данным типом тега еще не раз, удобнее воспользоваться переменной. Так не придется каждый раз заходить в Google Analytics и копировать ID ресурса. Поэтому жмем «Новая переменная» и перед нами открывается меню конфигурации переменной типа «Настройки Google Analytics». Копируем ID ресурса. С помощью дополнительных настроек мы можем передавать в Analytics кучу других данных, но сейчас нам это не нужно. Жмем «Сохранить», даем понятное название для переменной и снова «Сохранить». Отлично, переменная подсосалась в настройке тега. Расширенные настройки тега. Здесь нам доступны следующие возможности. Приоритет активации позволяет установить очередное срабатывание данного тега. По умолчанию у каждого тега приоритет равен нулю. Мы можем использовать отрицательные и положительные целые числа. Например, тег с приоритетом 2 сработает раньше тега с приоритетом 1. И так далее. Специальное расписание похоже на настройки проведения разовой рекламной кампании. Например, начать сегодня, закончить через 10 дней. Пока не представляю, в каком случае это может понадобиться. У вас есть варианты? Напишите в комментариях, буду рад. Чекбокс «Активировать в опубликованных контейнерах». Имеет значение, когда речь идет о комиссии за работу тегов. Это не пригодится вам никогда в жизни. Настройки активации. По умолчанию один раз на событие. И это нам подходит. Порядок активации позволяет задать срабатывание тега после или перед конкретным тегом. Как видите, расширенные настройки нам не понадобятся. Ссылки на справочную информацию по каждому пункту я прилагаю к видео. Изучите на досуге для общего развития. А сейчас переходим к конфигурации триггера, то есть условия срабатывания тега. Здесь все просто. Выбираем встроенный триггер «Все страницы». Жмем «Сохранить». Даем тегу говорящее название, например, «Инициализация Universal Analytics все страницы». И сохраняем. Как видите, при указании названия тега я придерживаюсь правила, что я отправляю и при каком условии. Поздравляю, первый тег создан. Перед публикацией новой версии контейнера познакомимся с режимом отладки. Жмем «Предварительный просмотр». Данный режим позволяет проверить исправность работы тегов и в целом новой версии контейнера, как если бы мы опубликовали изменения. Как видите, Google Tag Manager подсказывает нам, что режим отладки доступен при посещении сайта в этом браузере. Переходим на сайт, а я перехожу в клиентский аккаунт. И действительно, появилась панель «Дебаг», с помощью которой мы можем наблюдать, что видит Google Tag Manager. В рамках данного урока нас интересует вкладка «Теги». Как вы можете убедиться, тег Universal Analytics был активирован на данной странице, а ошибок не обнаружено. Если вы ведете работу с многостраничным сайтом, пощелкайте страницы, чтобы убедиться, что тег срабатывает на всех. Важный момент, друзья, и если вы вносите изменения в настройках тега, будучи в режиме отладки, не забудьте нажимать «Обновить» и перезагружать страницу сайта, чтобы дебаггер подсасывал ваши изменения. В дальнейшем, если у вас что-то не получается, вы можете поделиться ссылкой для просмотра, отправив ее разработчику или специалисту, который имеет опыт работы с Google Tag Manager. В нашем примере ошибиться сложно, и все работает исправно, поэтому жмем «Отправить». Перед нами появляется конфигурация отправки, и у нас два варианта – опубликовать новую версию контейнера на сайте, либо создать новую версию и сохранить, при этом она не будет опубликована. Выбираем первый вариант, ведь мы настроены решительно. Здесь можно указать название и описание версии, например, пометив для себя, какие изменения были внесены. Я этого делать не буду. Среда для публикации по умолчанию Live. Так же, как с рабочими областями, среды предназначены скорее для крупных проектов. Ссылку на справочную информацию по средам я прилагаю к видео. Мы не будем создавать новые среды, потому что это не нужно. Опубликовать новые версии контейнера всегда будем в среде Live. Единственный. Жмем кнопку «Опубликовать». Поздравляю, друзья! Первая версия контейнера опубликована, и на вашем сайте установлен тег Universal Analytics. Продолжаем движение в рамках курса по Google Tag Manager, и в следующем видео рассмотрим установку Global Site Tag. Ставьте пальцы вверх, если было полезно. Поехали дальше!